Это Грузия, шашлык, горы, вино, хачапури, а еще Абхазы и Осетины. Сегодня эти два народа не очень ладят с Грузией, хотя когда-то они были друзьями, несмотря на то, что они очень разные. Осетины – это народ, который разделен между двумя странами – Грузией и Россией. Вот это – Южная Осетия, а это – Северная, которая является автономией в составе Российской Федерации. Осетины относятся к иранской группе народов и исповедуют у них как и христианство, так и ислам. Но среди них распространены также и свои народные верования. А это Абхазы – тоже небольшой народ, который относится к Абхазо-адыгской группе народов и исповедуют они и христианство, и ислам, а также и свои народные верования. В Советском Союзе у них была автономия в составе Грузинской ССР, но этот ваш Советский Союз скоро рухнет, и это сильно заволновало Южную Осетию. Так, блин, скоро СССР не путит, а я буду частью независимой Грузии. Может, у меня еще и автономию заберут, кто его знает. Но мне это все не нравится. Так, ладно, теперь я полноценная Советская Республика, такая как Россия, Украина там. Ой, я тоже так хочу. Хотя, ладно, останусь автономией. А я не, я буду республикой. Ладно, я тоже. Блин, не, буду автономией. Ну и я тогда. А не, может... Хотя... А-а-а-а... Я автономия. Не-е-е... Хотя я республика. А-а-а... Не понял, что тут происходит? А-а-а, ничего-ничего. Так, ты мне не нравишься, лучше я возьму тебя под контроль и введу войска. Слышь, Грузия, ты пока что еще в моей части, так что уберись с Осетии, пожалуйста, лучше пусть там наши советские ребята будут. Не, не хочу, а хотя ладно, с Хенвала все же выйду, но все равно я его окружу. Затем в СССР был проведен референдум о сохранении страны. В Южной Осетии его провели, а в Грузии нет, хотя она до сих пор была в Союзе. А вскоре 9 апреля 1991 года Грузия провела референдум за выход из состава СССР и в результате вышла и стала независимой, но Осетия такая, не, не, не хочу, не хочу. А потом, фух, ладно, я передумал, я возвращаюсь к тебе, можно я опять буду автономией? Да, ура, классно, я теперь независим. В смысле, ты же сказал, что возвращайся ко мне. Ну, ну, как бы так сказать, я опять передумал. 21 декабря 1991 года Южная Осетия подписала декларацию о своей независимости, но ее кусок все еще контролировался грузинскими МВД, а еще в этом месяце окончательно развалился Советский Союз. Тем временем грузины были недовольны потерей Осетии и считали ее своей исконной территорией. Аргументом было также то, что каждый третий там был грузином. На следующий день после провозглашения о независимости Южной Осетии грузины вышли на улицы Тбилиси и стали митинговать. Все это привело к свержению президента Грузии, звяда Константиновича Гамсахурдия, и власть перешла в руки к военному, а вскоре и к Государственному Совету. В этот момент в конфликт решила вмешаться Россия. Она побомбила по грузинским позициям в Осетии, что вынудило Грузию перейти по ссылочке в описании и вступить в этот геймерский дискорд-сервер. Там они зашли с Россией и Южной Осетией в голосовой чат, обсудили и подписали сочинские соглашения. По ним Грузия теряла 60% территории Осетии, а также создавалась демилитаризованная зона с миротворцами, состоящая из трех батальонов – российского, грузинского и также осетинского. После этой деловой встречи они зашли во второй роли, выбрали себе игру, которая им нравится, и пошли вместе играть по дискорду. Так что если вы любите общаться, то заходите в крутой дискорд-сервер по ссылочке в описании и играйте с другими людьми в свои любимые игры. Ладно, к делу. Абхазия, видя всю эту ситуацию, такая типа «О, надо и мне попробовать!» и она восстала. Грузия, в свою очередь, не желая терять еще и Абхазию, ввела туда свои войска. Произошло это 14 августа 1992 года. Таким образом началась война. Поддержку Грузии оказали украинские добровольцы, а на стороне Абхазии воевала конфедерация народов Кавказа, донские и кубанские казаки, а также поддержку оказывало Приднестровье. Проявить себя также решили и сторонники свернутого грузинского президента Гамсахурдия. К сентябрю 1993 года они захватили вот такую территорию. Гамсахурдия поддерживала Абхазию, а Абхазия поддерживала его. В итоге Грузия была практически выбита с Абхазии, за исключением Кадорского ущелья, а сторонники бывшего президента потерпели поражение, а сам президент Гамсахурдия погиб при неизвестных обстоятельствах. 14 мая 1994 года в Москве между Грузией и Абхазией был подписан мир. Абхазия стала независимой, но не признанной республикой, а Кадорское ущелье оставалось под контролем Грузии. Но все понимали, что это все временно, и это было так. В 2003-2004 годах в Грузии произошла революция Рос. Президент Эдуард Шаварнадзе был свергнут, а его место занял Михаил Саакашвили. В Кадорском ущелье все это время сидело грузинское ополчение Манадире. Они не признавали новой власти, потому в 2006 году им отвесили люлей, и грузинская верхушка взяла ущелье окончательно под свой контроль. И тут резко, неожиданно. 8 августа 2008 года грузинские войска начали обстрел в столице Южной Осетии, города Цхинвал. Осетинские власти заявили, что это была грузинская агрессия, а президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что это была реакция на осетинские провокации. А также грузинская сторона заявила, что им удалось перехватить телефонный разговор, в котором говорилось о приближении российских войск на границе с Грузией, что, по их словам, означало угрозу вторжения российских военных на территорию Грузии. В итоге Россия решила, так бы сказать, заступиться за Южную Осетию, и вместе с Абхазией вторглась в Грузию. Через 5 дней эта война завершилась победой России, и Южная Осетия с Абхазией получили полный контроль над своими заявленными землями. В итоге они таки остаются независимыми, но лишь частично признанными республиками, а российско-грузинские отношения опустились к нулю. Многие осетины бежали из Южной Осетии в Северную, а грузины, которых когда-то там было 30%, бежали в Грузию. Погибли сотни человек, но война шла всего лишь 5 дней, так что пишите в комментариях, кого вы поддерживаете в этом конфликте. Только давайте, пожалуйста, без срачей. Ну а если вам понравилось мое видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также, если вы хотите пообщаться со мной, то заходите в мою беседу в ВК или в тот Дискорд сервер по ссылке в описании. Большое также спасибо ребятам, которые поддерживают мой канал денежкой. Если вы хотите попасть на экран в конце ролика, то тоже можете закинуть пару рубликов по ссылке в описании. Так что всем удачи, всем пока-пока. Продолжение следует...